Гомельский экономический форум Гомельский экономический форум Гомельский экономический форум Не больше, чем наш город Мозырь, но почти такой, как весь район. Земляки с большим удовольствием общаются друг с другом. Мы развиваем песенную культуру, танцевальную культуру. Обязательно наши обряды, гуканье весны, дяды, купали. Это все мы отмечаем у себя и много-много других праздников. Важной задачей представники дияспоры бачат развитие экономичных соведей между белорусами и россиянами. На ярмарках проводим круглые столы, где знакомим наших белорусов с крупным и средним бизнесом Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И наши предприниматели имеют возможность выбрать себе тот товар, который наглядно им понравился. Большая задача перед нами, земляками, стоит помочь экономически Беларуси, поскольку сейчас непростые времена, и кто, как не мы, соотечественники, так болеем за свою страну. За некольких годин делегаты экономичного форума поспели сострадиться с господарами Мазырского замка, наведать забавляльный комплекс «Подорожник», познайомиться с адукациейной системой и новой спортивной славутостью – Школой Олимпийского резерву. Как признались гости, в конференции с допомогой в видеосоведе ничто так и не смогло замянуть живых человеческих взносинов, а значит, культурные, деловые, вядомо-родностные соведе, незалежно от межа, протягнуть узмацоваться. Катярина Юрченко, Светлана Груцкович, Аслав Праписнов, телеканал Мазыр, специально для телерадио-компании «Гомель». С надыходом летних каникулов актуальным становится пытание безопасности детей в этот час. Специалисты всех отказных областных структур провели сегодня брифинг, подчас якого огучили основные причины травм и смиротных выпадков с уделом неполнолетних. И рассказали про меры профилактики, которые позволят привести колькость подобных выпадков до минимально махчимой отзнаки. Сирот причин несчастных выпадков – отсутность занятости неполнолетних и неналежное ставление дорослых для безопасности детей. Только за четыре месяца этого года в регионе зарегистровано 8 фактов гибели неполнолетних. И не за все, как эта проблема семейской – категоры повышенной рызыки. А дня шастных здареньев никто не застрахованный, справа хоча в отсутности уваги до детей с боку батьков. Не оставляли их одних без присмотра, потому что зачастую даже минутное какое-то оставление детей. У нас буквально недавно ребенок упал с дивана. Кажется, диван не такое высокое. Иногда у нас здесь и сокон падают. К счастью, остаются живыми. Тут упал с дивана и погиб. Ребенок откусил морковку, подавился, погиб. То есть очень много существует таких опасностей, на которые родители должны обращать внимание. Дети, которые застаются без уваги батьков, часто отримливают травмы, и, как говорится, на ровном месте. Выпадают звук на заслабо усталеванных москитных сеток, опарваются кипятнем, отрушиваются леками, акия дорослая покинули на башенном месте у кватеры. А с открытием купальных сезону Великую Небеспеку проставляют водоемы. Необходимо думать о безопасности детей, начиная с купания в ванной, где происходили в прошлом году несчастные случаи, до организации купания в наших водоемах. Потому что безопасность детей при купании достигается выбором места для купания, правильной ее организации, и также правильной и хорошей профилактической работы. До несчастных выпадков могут привести и неналежные относины помеж батьками и детьми. Зарегистрованный выпадок коллеги Аучина спробовала соскочить с моста за того, что не сдала сессию и боялась реакции батьки. Специалисты лишат, что дорослые за все, да, повинны быть на боку дитя, размовлять с ними о проблемах, супакуивать, а не покидать их без догляду. Тем более, зараз есть махчимасти уладковать подлетку в лагерь отпочинку и найти инши корыстные занятки на лето. Специалисты дают разные пропоновые, организуют мероприемства за кошт бюджету. Головно, чтобы дорослые прислухались. Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Стан и перспективы развития медицинских обслугований насельництва «Гомеля» обмерковали сёння депутаты городского совета с уместно с медиками. У приватности удельники выездного посаджения наведали установы оховы здоровья Новобелецкого района. Дмитрий Котов с подрабязностями. На территории Новобелецкого района зараз и деактивная забудова узводятся новые шматповерховые дамы. Недахоп медицинских установ для обслуговывания насельництва уже отшувается. Особливо актуальна эта проблема в 94-м, 96-м и 104-м микрорайонах. На выездном посаджении депутаты горсовета разом с медиками обмерковывают шляхи выправления ситуации. И они наведуют филиал номер 3 Центральной городской стоматологичной поликлиники, где денежуют два отделения – ортопедичная и лечебная. Колкость юных пациентов у опошних годов резко взросла, и приемы доводится проводить одночасово с дорослыми. Лучше, когда мы централизуем и соберем всех специалистов для оказания детской помощи непосредственно на одних площадях. То есть ортопедическое отделение мы передадим городской поликлинике номер 1, где оно также есть, параллельно функционирует, но оказывает медицинскую помощь как населению Гомельского района, так и 104-му микрорайону. То есть это позволит централизовать на одной базе всех необходимых специалистов. Там у нас будет полноценная ортопедия, где будут изготавливать протезы, импланты, все это вставлять. А здесь непосредственно лечить детей. Я еще один из подходов до повышения якости и доступности медицинского обслугования насельства Новобелецкого района – пошук новых помешканев. До прикладу можно выкористовывать у якости поликлиник свободные плотши предприемства у Альбо-интернатов. Иснують и иншие варианты. Как временный вариант, это во всех микрорайонах такое было в 80-е годы в Волотове. В трехкомнатной квартире существовала поликлиника детская очень долго. Но надо найти вариант, вплоть до того, что возможно на первом этаже временно частник какой-то квартиру, который построил, да, сдаст в аренду под конкретные такие цели. И этот вариант надо посмотреть, посчитать, насколько он удобно варим. Распоражением Гомельского горвыконкама принятый комплекс мероприемств, який дозволит повысить доступность медицинского обслугования. И он предуглеживает организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 20 годин. А клиника диагностичных лабораторий по индивидуальным графикам. Так само от керовников поликлиник потребуется забеспечить дежурство отказных администраторов с 6 годин 55 хвилин. Прием пациентов повин вестися строго в призначенный час. А кроме того, треба повеличить колькась месяцев для записи праздинтернет и организовать взаимозамяненность урачев профильных специальностей помеж установами охоты здоровья. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У лютым гэтага года телерадиокомпания «Гомель» суместно с управлением аддукации гомельского облывы «Канкама» обвестили кастинг дитячих телеведучих «Юная телезорка». Сегодня больше, как 80 переможцев районных адборочных туров выпробовали свои силы в полфинале. Подробязности с местопадей у репортаже Юлии Борисовец. У полфинале на сцене Гомельского областного драматичного театра больше, как 80 удельников. Тех, кто на региональном отборе подтвердил свое право на выступление. Журы, вызначая лепших, одразу по некоторых критериях. Гэта и артистизм, и фотогеничность, и добрая дыкция. И ручи меня, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. Безумовно, выступление кожного варта уваги. Але все ж таки, как у войси у финал, треба объекты у нас уотнести уласные ожидания с реальными махчымастями. Про это добра ведут удельники со Светлогорску, тому, как уразить журы и глядачоу, демонструют свои лепшие якости. Нужно быть более эмоциональным, нужно быть смелым, нужно уметь импровизировать, нужно сделать так, чтобы тебя запомнили. Усех этой якости спотребятся у наступном конкурсе читание с паперы, информационного поведомления альбо урывку с мастацкого твору. Головная задача – донести новины до публики так, как журы захопилася. Конкурс подобного рода мы проводим впервые. Это у нас, скажем так, кроме «Ласточка». Надеюсь, что все получится. И самое главное, я очень надеюсь, что после проведения этого конкурса мы не ограничимся, и потом мы выйдем на создание новых интересных телепрограмм, предназначенных для детей и для юнишества. Любые творческие конкурсы для школьников – это очень важно, потому что именно в детстве формируются те профессиональные будущие качества, которые выбирает сегодня сам ребенок. Переможцов по финалу и удельников заключного этапа выберут шляхом закрытого голосования. На протягу двух ден журы будет вызначать лепших. Выники будут размешаны на офицейном сайте телерадиокомпании «Гомель». Имены владельников головного прейзу заключения контракта на створение и ведение детячей передачи у промым эфиры «Беларусь-4» станут вядомыми у червени. Подчас промой трансляции на телеканале. Сачите за эфиром, примайте уделу смс-голосований, якое будет открыто подчас эфиру. Юлия Борисовец, Валерий Гопанько, телерадиокомпании «Гомель». Тымчасом 30 навученцев 49-й Гомельской школы сегодня стали уладальниками международных мовных дипломов. Уделу церемонии узнагороджения принял надзвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия у Республицы Беларусь с подар Петер Детмар. Подробязности у наступном сюжете. Середняя школа номер 49-1 установа адвокации у Гомеля, навученцы якой могусь бесплатно сдать экзамен на международный диплом по выучению немецкой мовы. За 4 годы больше 60 школьников скористались такой махчимостью. Международный диплом первой ступени дозволяю его уладальнику проходить навучение на подрыхтовочных курсах у любой высшейшей навучальной установе Германии. У першыню все лета 6 навученца у 49-й школы отримали большка штоуны дипломы другой ступени, якие дают право стать студентам любой ВНУ. А кроме этого, уладальники дипломы любой ступени мают махчимость працывать на суместных предприемствах, як на территории Беларуси, так и за ее межами. Данный диплом, если кто-то пожелает получить в будущем, для того, чтобы как-то трудоустраиваться, в институте ГИОТО в Минске потребуется где-то около 900 евро, чтобы готовиться издавать данный экзамен. Для наших детей 49-й школы это все бесплатно. Пошла с визитом у школы на случайный полномочный посол Федеративной Республики Германии у Республики Беларусь подар Петер Детмар наведа у город Майстроуде навученцы размовляли с шановным гостем на немецкой мове. После шагу отбылся урожистый концерт, пожалуй, с якого школьники и отримали заповедные дипломы. Событие, которое нас сегодня сюда привело, это результат многолетней работы ваших школьников и школьниц, которые напряженным трудом достигли определенного уровня знания немецкого языка, который был подтвержден опять-таки на экзамене. Я очень счастлив и горд быть сегодня в этой школе, потому что она особенная, в ней изучается исключительно немецкий язык на расширенном уровне. А немецкий язык в рамках нашей культурной работы и культурного сотрудничества с вашей страной это особенная и очень важная тема. Дмитрий Котов, Вероника Враширина, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». И об спорте. Гандбольный клуб «Гомель» припынив шматгадовую гегемонию БНТУ «БелАЗ» у жанучшем чемпионате Беларуси. Гандбалистки со столичного региона не соступали никому золотые медали, починаючи с 2009 года. Гомельчанки два сезона «Запар» займали другое место и вось догачаканная перемога. Медали и кубок, но воспеченные чемпионки отрымали перед родными трибунами. На историчном для гомельского гандбола матче побывал Максим Савин. Областный центр финальной серии до трех перемог переехала при Лику 2-1 на корысть Гомеля. На старте гульни болельщикам довелося похваляваться. Шарах помылок, неуполненная гульня у атации и до середины стартовой половы гостя вялим 5-1. И вось тут мандраж с шоу. В этом посприяла и добрая гульня на опошнем рубеже Валентины Кумпель. Рывок 4-0 и лик уже ровный. Далее гульня ишла мяч у мяч. Гомельчанки не раз догоняли соперника, однак выисти на перад не отрымливалось. На перапына команды пайшли при Лику 10-9 на корысть БНТУ. До середины другой половы картина гульни не изменялась. На 46-й хвилине Диана Ильина у першыню вывела госпадынь на перад 16-15. Далей догоняли уже гости. Кропку за 26 секунд до финальной сирены поставила Диана Ильина. Реализовавши штрафный кидок, она зняла все пытания переможцам. У заставшийся час мячанки закинули, однако это уже ничего не выращало. Перемога с Ликом 22-20. Гомель у першыню стал шампионом Беларуси. Максим Савин, Евген Макенко, телерадио компания «Гомель». На гэтым выпуск завершенный. У студы працывала Наталья Игнаценко. До новых сустречу эфиры.